Всем привет, мои хорошие. Вчера был дождь, сегодня смотрите, что я говорила, да? Сколько там, 4, что-то было. О, кот, кот, кот. Он сел, снимал, но забор с этим. Переходит до Румыни. Хорошо, что серый. Кто верит, кстати, в суеверие, чтобы черный кот до Румыни переходил? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ой, какой красивый. Откормленный, еле пролез. А я иду на работу. Скоро же 8 марта. И много работы. Много ногтей. Я благодарна своим девочкам, что они ходят ко мне. Показываю свой унылый переулочек, в котором я живу. Вот здесь вот. Ну, знаете, он унылый, когда вот такая пора. Сейчас наступит весна. Все зацветет. Вот тут соседи впереди, где синий забор. Вот это ворота, да? У них вот черемка. Вот она. Закрываю ветер. Как она пахнет, девочки. Я неоднократно снимала ее. И сниму ее в этот раз. Ну, главное, что все хорошо. Да, вон дует, да? Да, да, кстати, сегодня очень сильный ветер. Я вот сейчас держу телефон свой, и у меня мерзнет, мерзнет рука. Кого-то еще на фонаре, вы видите. Красивый дом у нас на улице. Ну, это люди-друженики. А всю жизнь друженицы построили вот такой дом. Вообще, я никогда не завидую людям, которые имеют большие дома, которые сами строят. Потому что тоже стройка была. И я знаю на себе, что это такое. А это все дом, который разбирается, в котором жила очень дружная, милая семья. И которой сейчас нет. Остались одни дети. Видите, родители ушли очень рано. Очень рано ушли родить. И вот тоже у нас красивый домик. Вот на улице у соседей. Тоже мне нравится, такой коротненький. Да. Очень все. Конечно, уныло. А вот люди вот впереди. Сейчас я вам покажу. Тут, наверное, сейчас я смогу пройти. Так как вчера я не могла пройти. Видите, какая была лужа. И все было замерзшее. Нет, наверное, я лучше там не пойду. Лучше я ее пойду. Вот видите, забито окно, да? У дома. Тоже так вот строили, строили. Сколько молодая пара строит. И сейчас все заморозилось. В связи с... Ну, вы сами понимаете, в связи с чем. Дорого все, дорого. Ну и выхожу я тут быстренько. У меня сразу в центр выход. Пошли уже наши пятиэтажные дома. Это самые высокие высотки в нашем поселке. Скажем так, самые высокие. Но они есть. Ладно, ветер дует, буду закрываться. Экскурсия закончена. Поставьте лайк, если кому понравилось. В конце дня всегда... У меня почему-то тут, я не знаю, тушь такая или что там. Вроде хорошая. Осыпятся эти. В общем, я сейчас, знаете, что вам расскажу? Решила я сэкономить, девчонки. Купила в фикс-прайсе. Сейчас отключу радио, потому что тут авторские проважи. Видите, у меня конфетки. Сейчас расскажу, откуда. Такой приятно так вот все равно, знаете. Купила я, значит, в фикс-прайсе еще давно купила мицеллярную воду. Гарнир, да, мицеллярную воду. И как-то одно время покупала. Я в ритуале покупала, да. Это что-то, о, глянь, в фикс-прайсе. Что-то дешевле там, по-моему, 100 рублей, что ли, дешевле. Ну, как всегда, я говорю, за дешевизм пока гонишься. И потом стала замечать, смываю, когда я пользуюсь, выпадают ресницы. На одном глазе ломаются, другом выпадают. Убрала я, думаю, проверю. Перестала ей пользоваться. Все, ресницы наросли. Это опять, значит, я думаю, надо... Ну, что ж стоит? Ну, думаю, что выбрасывать-то жалко ее. Опять начала пользоваться. И вот тут, видите, вот. Вот почти их нету, ресницы вообще. Хоть красный, красный, нету ничего. И вот, не помню, и тушь у меня тоже. Ну, я брала ее в ритуале еще, Макс Фактор, помните? И вот она у меня все, это тушь. И вот, видимо, там все уже, она вся выкрасилась. И она сыпется старая. Община, тушь покупать. Конфетки откуда? Да, у меня сегодня это вот благодарная клиентка принесла конфетки. Он уже, как бы, как 8 марта. И неприятно очень. Она всегда как-то мне приносит. Вкусненький я уже выспал там девчонкам, насыпала, если что, бы приходить показала вам, да? Ну, приятно. Значит, я что-то стою, да? А когда приносите, угощает. Хочу съесть. Хочу съесть. Прин такая. Горький шоколад вроде бы тут вот он. Видите, вот такой, да? Но это вкусный. Сижу на кушетке. Я сегодня еще не ходила домой на обед, но я уже видовой не хожу, когда работаю, я не хожу домой. Есть охота, а время уже 4 часа, по-моему, да. Угу. Дня. Надо идти домой, я отработала. Так что вот такие бывают клиенты. Опять сейчас тестировала эту плохую девочку. Она сейчас, кстати, настоялась. Вот я от польской компании покупала. сделала в стилистике, да? Вот это вот. И вот у меня на одной руке она, на другой руке оригинал из рандеву, вот из этого аромабокса. Значит, что хочу сказать. Так, сейчас я их открою. Отключать не хочу. Вот так он выглядит. Вот она нам. Килиан. Все, я и тестирую, да? Сравну. Все-таки вот схожусь на ту мысль, что вот, которую вы сон, вы сонс была, она сделана в стилистике, да? Намного лучше звучала, чем вот в оригинале, который сейчас тестирую. Да, а вот что в марсо, что вот в этой польской компании, по-другому называется, потому что я не называю, не знаю, как она называется. Один в один с оригиналом. Так что, если кто-то ищет и плохую девочку подешевле, проходите в мою группу в Телеграм и заказывайте. Это не поделка, ничего. Это ароматы, сделанные в стилистике. Знаете, как говорится, импортозамещение. Вот марсо, это российская компания, парфюмерная. И я называю импортозамещение. Ну, ладно, все не будет. Я здесь на этом канале, он еще говорит. Сейчас еще одну конфетку, симпатику домой. Девочки, здравствуйте! Мальчики тоже. Если таковые есть, обозначитесь. Значит, у меня сегодня дома, уже сколько-то дней прошло с тех первых. Значит, смотрите, я сегодня готовлю. Давно не готовила, захотелось приготовить из куриного филе свои котлетки. Здесь, значит, лоточек куриного филе, 4 столовые ложки майонеза, 4 столовые ложки, вот видите, маночка. Специально ничего не размешала, укропчик я кину, лучок, чесночок. Все перевелила на электромясорубке, 4 яйца. И приправы, какие хотите, соль, тут тоже по вкусу. А соль я добавила вот эту вот, из своего вот этого набора. А вот эта, она тоже такая вот, какая-то сванская, что ли. Тоже очень вкусная. Я вот сейчас еще мой тут специй, вообще, дочь у подарили целый кулек специй. А этот еще специи из Абхазии. Дочь ездила, отдыхала в прошлом году, летом отдыхали они. И вот еще вот это вот, вот тут вот еще этих всяких специи. В общем, Павла, буду сейчас готовить котлетки. Наверное, отварю гречку. И сейчас посмотрю, вроде меня свекла была. Хочу свеклу отварить, сделать с этим, потереть ее на терочке и сделать со сметанкой. Ну, один зубчик чесночка добавить. У меня где грецкие орешки еще были, с грецкими орешками. Так захотелось. Это корзина, она все время пополняется. Вот это фрукты, яблоки, мандарины, апельсин, бананы. Вот пока такие фрукты. Вот так все размешала, ложкой прям по-быстрику, по-бырику. Так тык-тык-тык-тык-тык. Сейчас минут 10-15 набухнет. Здесь маночка чуть-чуть постоит. И буду обжаривать. Обжаривать буду на оливковом масле. Чуть я сейчас на топленый закончила, чуть на оливковом. Не знаю, можно на нем жарить, нет? Но я на нем... Все итальянцы изготавливаю, готовят только на итальянцев на оливковом масле. Думаю, ничего. Смотрите, какая меня чашка, даже отбитая. Вот тут с краем. Вот здесь с краем отбитая. Вот тут тоже пошла. Это тоже раритет, девочки, из моей посуды. Это вот первое, знаете, вот как мы поженились в институте, да? И вот первая наша посуда. Мы поженились-то в 90-х. Каких 90-х? Не в 90-х. В 89-й год. В 89-й год мы поженились, да? И уже чуть проблем пошли какие-то с посудой, со всем. И мы вот это вот купили. Вот эта чашка у нас осталась еще с института, с общежития. И вот я ее не выбрасываю. Она говорит, как память такая вот. Вот все, что по-моему, да, больше ничего с посудой оттуда не осталось. Вот эта эмалированная чашка, видите, раритет такой. Но мне в ней удобно. Вот видите, такая желтенькая здесь. Может, у кого-то такие есть. А то есть это был такой переход, да, из СССР в капитализм. Я не знаю, как по-другому сказать. В общем, я безграмотно видела в этом плане. Вот. И сейчас вот буду обжаривать. Свеклу еще не посмотрела, если хочется свеклу поесть. Вот такая моя помощница, электромясорубка. Вот так она называется. Ну, такое купленное, может быть, так года 4 назад. Сейчас я все помыла, сейчас ее попротру, она лежит так вот в коробке, уберу на место до следующего случая, когда захочется что-то перемолоть из мяса. Жарю котлетки, девочки, ты прям хорошие получились, а вот эти прохлопала. Телефон заболтал, мама позвонила. А здесь у меня, вот видите, варится свекла. Вот в такой вот я ее посудину в такую положу, потому что она большая, одна была, вот я решила ее отварить. Но и то, видите, не скрывается там. Так что все обжариваются у меня котлеточки, прохлопала. Вообще нельзя, если готовишься, как плиты, хоть не отходи. С то делом нельзя делать, а вот такие вот они должны быть. Потом я делаю, значит, заливочку, лучок, морковочка, помидоры, если есть, если нету томатную пасту, натуральную, и их туда кладу с водичкой, разбавляю, чесночка опять. И получается они такие у меня пропаренные. Чапа пришла, мы поели с ней, да, Чапа? Поели с тобой? Все, мы перекусили с ней, погуляли, помылись, да, Чап? Хочу вам, знаете, что показать? Я же купила вот новый крем, сделан по, как сказать, ну, в общем, сорбет, как сорбет, как сорбет. Значит, можно им пользоваться, девочки, использовать, как и вокруг глаз тоже. Он очень, очень такой, вот знаете, вот смотрите, хорошо впитывается. Он относится, вот знаете, к категории увлажняющих. Все-таки, мне кажется, он как бы дневной крем, но лето можно использовать, используемый солнцезащитный, будет как ночной его использовать. В состав здесь входит экстракт огурца, экстракт дамасской розы, гиалуроновая кислота, витамин Е. Значит, что у нас делает огурец? Он освежает, хорошо, такой освежающий эффект от этого крема. Дамасская роза хорошо тонизирует витамин Е, но это акте-антиоксидант, мы знаем, да, она, витамин Е, хорошо справляется с преждереведным старением. Вот сейчас вот впитала, вот прям вот все, никакого жирного блеска, ничего, вот я вам просто показываю. Крем отличный. До этого у меня он закончился. Я вам сейчас покажу. Ну раз пошел, такой, как говорится, обзор про косметику. Все в куче у меня в этом влоге. Ну, думаю, ничего страшного. Вот я пользовалась, значит, тоже крема алоэ, это все куплено в эссенс. У меня, вы знаете, последнее время я вот доверяю этому, этой бренду, этой компании, европейская. Все, ну, у меня, вот видите, я его, считаю, что-то мазала, вот все, ну, все, тут лопаточка, вот, гриба, и вот это, вот, потихонечку, запах изумительный. Кто, девчонки, покупал, по моей рекомендации, кому я отправлял от себя заказ, ну, вы, довольны, да, я знаю, вы не напишите, постесняйтесь, комментарий, как всегда, показываю, значит, ночную крем у меня с конопляным маслом, который я тоже как-то показывал у себя в обзоре, вот, смотрите, он такой зеленоватый, здесь несколько масел, включая оливковое тоже, он имеет запах такой, вот, напоминает мне, связан вот с отдыхом, с Турцией, да, вот, где вот массажи делают, хамам, это вот такие вот натуральные масла у них, тоже все это сделано в Чехии, они все по 50 миллилитров, цены, вы знаете, я вот посмотрела, сейчас мне приложение в золотом яблоке, хороших, дорогих кремов, ничуть не дороже, девчата, ничуть не дороже, но даже могут быть и дешевле быть, и вот этот крем, теперь тоже мой новый фаворит, фаворит, да, он относится к серии Must Have Edition, у них серия посвящена декоративной косметике, вот в этой серии, тоже меня, помню, до этого показывала очищающие средства, розовая вода, вот я тоже пользуюсь этой серией, у меня практически все собрано, ну, все собрано, единственное, что мицеллярную воду я не стала брать, наверное, надо было, тоже посмотрела, в золотом яблоке, хорошая, качественная мицеллярная вода, с натуральными ингредиентами, стоит дороже, чем в эссенс, в золотом яблоке, сегодня специально делала, такое, как говорится, вылазку, в приложении, золотого яблока, вот такое добротное стекло, приятно, вот все держать, знаете, в руках, такая вот все, вот упаковочки, вот такие вот прям красивые, тоже серия с конопляным маслом, КБД, вот это вот, она уникальна, есть серия здесь и для волос, и для тела, в общем, погуглите, что такое КБД, сейчас не буду говорить, очень полезная, хорошая штучка, и алоэ мы знаем, да, тоже, его целительные, противовоспалительные свойства, теперь у меня вот такой еще, крем, летом я перейду на солнцезащитный, вот скоро уже все, пригреет, и буду его использовать, на ночь, потому что этот будет, как бы плотноват, летом, я его беру, холодильник, а это буду использовать, очень нежный аромат имеет, девчат, так что проходите в мою группу, телеграм, если кому нужен, и там еще есть канал, по косметике, пишите мне, мы с вами оформим заказ, и со скидочками, вам организую, с подарочками, на этом хочу закончить свое видео, на такой вот, очень нашей же, девичьей, девчачьей ноте, про косметику, все-таки, знаете, вот уход за лицом, он должен быть хорошим, качественным уходом за лицом, ну, как вот я вот купила, дешевку, эту мицеллярную воду, кинешься вот так, как дурак, а потом выкинуть жалко, и в итоге он ресницы вылазит, так что, я тоже мицеллярку, от эссенс, приобрету, все, пока-пока, спасибо тем, кто пишет мне комментарии, и кто ставит лайки, дай бог вам здоровья, чтобы все в вашей жизни было хорошо, чтобы сбывались ваши мечты, пока-пока.